Нормализация отопления детского сада номер 9 «Березка». Вчера вопрос прозвучал как в народной экспертизе на встрече на территории Угличмашем. Сегодня мне сказали, что там 14 градусов, и это произошло сравнительно недавно, когда упала температура в этом детском дошкольном учреждении. Слушаю вас. Когда, видимо, горячей воды не было, когда дали воду горячую, у нас была аварийная ситуация, порвала систему водоснабжения. Это когда было? Это было в ноябре месяца. И в то же время, когда встали скрыли колодцы, где идет трасса, там оказалось, что прорвана и система отопления тоже. Владимир Аркадьевич, это максимум. В общем-то, мы работали очень плотно, быстро все репутировали эту аварию. Но когда, в общем-то, все зарыли, так отопление и нормально, и не работало. И сейчас какая у вас температура? Сейчас у нас в данном случае 15-16 градусов. Ну, для детей это очень холодно. Так, хорошо, спасибо. Так, Валерий Васильевич, пожалуйста. На самом деле серьезная утечка. А где эта утечка? На участке от магистральной сети до непосредственно садика. В понедельник приступаем к ремонту. Так, и все-таки какую мне дату тогда записать, когда будет тепло в садике? Ну, постараемся в течение 4-5 дней. Крайний срок, это вам, пятница. Ну, все слышат, что это крайний срок. Что у нас произошло в школе номер 3, Александр Алексеевич? В кабинете физики вывалился шпаклевочный шов между несущими плитами. А что там, вроде, ремонт был хороший сделан? Это как раз те 7 помещений, которые еще не ремонтировались в школе. Из 44. То есть мы оставим их до 1 сентября, так сказать, на лето, или, так сказать, сейчас их надо в зимние каникулы ремонтировать? Оборудование мы будем покупать для кабинета физики целиком. Это за счет форта материального обеспечения школы следующего года. А вот ремонтные работы, конечно, потребуются средствами. Я поняла, что кабинет физики мы сделаем сейчас, видимо, в зимние каникулы, да? Это не получится, надо только в 1 сентября, не раньше. Потому что там замена всех коммуникаций тоже приметим. Большой ремонт. Там замена и баллов, и блок электрических сетей, замена и водопровода. Давайте, составляйте сметы, записывайте протокол, что, Александр Николаевич, предусмотреть, да, после окончания учебного года эти все ремонты. И надо посмотреть, вот мы третью школу все-таки проводили достаточно большой, серьезный ремонт. Надо снять эти все вопросы, вот эти по семи помещениям, чтобы школа у нас была в образцовом состоянии. Вопрос по крышам. Уважаемые коллеги, вы знаете, что мной принято решение о замене плоских крыш в школах полностью. Везде, где плоские крыши, должны быть сделаны скатные крыши. Независимо от стоимости. Потому что сколько денег и времени мы тратим на эти плоские крыши, не знаю, как у вас, у меня терпение все-таки закончилось. Поэтому сейчас составлен Александром Николаевичем нам список этих плоских крыш на школах. Александр Николаевич, давайте летний период сосредоточимся и будем делать ремонт этих всех крыш. Давайте отработаем график, согласуем это все с финансовым управлением и постараемся в самые короткие сроки решить эту проблему, так сказать, полностью. Потом уже вторым этапом пойдут детские дошкольные, тоже плоские крыши. Продолжение следует...